Очень интересный, очень напряженный матч сегодня получился. На ваш взгляд, чего не хватило для победы? Виктор Николаевич, есть ли какая-то новая информация касаемо приезда легионеров, когда их ждать? Ну, вы знаете, они там сейчас уже в завершительной стадии оформления виз, и мы надеемся, что со дня на день они должны приехать. Могут ли они уже сыграть на Кубке Республики? На Кубке Республики так все будет тонко, там все будет зависеть, как они приедут, плюс медосмотр, плюс надо посмотреть физическое состояние, обещать я не могу. По поводу молодежи, Сучков обычно очень хорошо таскает шагу за счет катания и большой техники, а сейчас он сразу расстается, уже второй матч за ним, это заметно, и в итоге результативности с его стороны нет. Почему так происходит, на ваш взгляд? На мой взгляд, он в современном хоккей, кто у нас один таскает, сразу вопрос на вопрос. То, что он играл в толпаре и в таросе, да, это хорошо он выделялся за счет мастерства, за счет своей техники, но когда ты играешь уже со взрослыми, да, то есть как бы тебе так много не дадут, ее таскать. Да все большие игроки таскать, вы, Коля, Заварухин, все таскали нормально, когда есть возможность, можно протащить. Не, ну, ты не забывай, что раньше и хоккей был другой, и сейчас даже в НХЛ таскать только два человека, и то иногда, это МакКиннон, Мэй МакДэвид. Остальное ты все должен играть за счет партнера, то есть тут нет такого, что ты один взял и потащил, такого хоккей уже прошел. Понятно. А скажите, пожалуйста, Старков, Старков, как он куда-то пропал, он травма или что, почему он не просматривается сейчас? Старков, это который в толпаре или в таросе? В таросе, но они тренируются, униссыкал, он сейчас там. То есть даже их не планировали, да, его просматривать? Ну, вот у нас была этот матч, были два матча, да, предсезонные, сейчас ребята с нами, которые были более заметны. Ага, понял, спасибо. Виктор Николаевич, почему решили разбить связку Кадейкин-Шмелев, сегодня мы увидели Бочарова в первом звене? Ну, вот сейчас самое время попробовать разные сочетания связки, плюс то же самое сейчас, если ребята, иностранцы приедут, то же самое будут изменения в составе. То есть сейчас я считаю, что это то время, да, где мы посмотреть должны, кто с кем лучше сочетается и как играет. А в втором матче подряд у вас соперник меняет вратаря, в середине матча у вас самого не было желания? Нет, у нас изначально запланировали, чтобы целый матч играть, потому что, на мой взгляд, так не совсем правильно, кто-то холодный выходит играть. А довольный дебютом сегодня Ежова? Да. А этот гол неожидан? Ну, бывает. Они заехали, не ожидал. Голышев мастер хорошо бросил. Насколько вообще в таких матчах важен результат или он на второй план уходит? Результат важен, да, но, в принципе, важна сейчас составляющая игры. Важно посмотреть ребят, важно увидеть, что нет равнодушных. В принципе, на скамейке скамейка жила, скамейка билась, скамейка играла. В принципе, а все остальное, шероховатости, да, нюансы, это сейчас есть время поправить. Поэтому самое главное было видно, что отношения и, в принципе, то задание, которое мы давали на игру ребятам, они хорошо выполнили сегодня.